Удивительный мир космоса привлекает внимание школьников не только на уроках астрономии, но и во время посещения планетария. Однако планетарии, как правило, располагаются в крупных городах, и юные жители небольших городов и станиц не могли там часто бывать. В настоящее время такая возможность появилась благодаря региональному проекту «Ближе к звездам». Специальный пятиметровый купол, который можно установить на любой площадке, появился в холле отделения технического творчества Центра дополнительного образования нашего города. Эффект погружения превращает планетарий в настоящий звездный театр, рассчитанный на 10-15 мест. Презентация мобильного планетария стала для всех приглашенных ярким и запоминающимся событием. И сегодня я хотела бы сразу сказать слова благодарности нашим гостям, потому что именно благодаря нашему взаимодействию появилась у нас такая возможность. Её не было никогда, да, вы знаете, что у нас первый раз такой. Я надеюсь, что вы сегодня получите массу удовольствия, полезных знаний, привлекательных путешествий совершить в этом зоне планетария. Директор Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края подчеркнул, что региональный проект не случайно стартует именно в Славянске-на-Кубани. Здесь созданы все условия для работы передвижного планетария. Региональное мероприятие, приуроченное к Российскому Дню науки, и по результатам данного мероприятия у нас передвижной планетарий посетит пять муниципальных образований. В Славянске это старт данной региональной акции, и мы на протяжении трёх недель будем находиться на базе Центра технического творчества города Славянск-на-Кубани. Центр дополнительного образования нашего города всячески содействует работе планетария с тем, чтобы учащиеся смогли в комфортных условиях получить полезную и важную для них информацию. Мы очень рады, что именно сегодня, в День российской науки, планетарий приехал к нам в Славянский район. И ребята нашего района будут иметь возможность приобщиться к космосу. И, может быть, кто-нибудь из них выберет даже такую профессию, связанную с этим, инженерную или профессию космонавта. Это так здорово, что мы позволим ребятам стать ближе к космосу. Школьники не только совершили увлекательную экскурсию в мир далёких галактик и звёзд, необычных планет, комет, астероидов и метеоритов, они также побывали и на интересном мастер-классе. Педагога дополнительного образования Сергея Неделько. Мне очень понравилась эта экскурсия, узнала очень много нового, и в дальнейшем я собираюсь ещё больше узнать нового. За время работы мобильного планетария его посетят тысяча славянских ребят, для которых это мероприятие станет настоящим приближением к звёздам. В год 60-летия первого полёта человека в космос это очень актуально и важно. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова